Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Прекрасно, когда у человека есть хобби, но еще лучше, когда оно становится делом всей его жизни. Тогда оно приносит удовольствие, а не становится ярмом, из-за которого жизнь теряет все цвета и становится однообразной, а иногда и бессодержательным набором дней. Как жить по зову души отлично знает Финн Виллипека Векман. Не зря же он живет в самой счастливой стране мира. Этот человек сделал свое маленькое увлечение делом своей жизни, из-за чего впоследствии о нем узнала вся страна. Эта история берет свое начало еще семь лет назад. Виллипека всю свою жизнь проработал в сфере обслуживания. В какой-то момент ему надоело работать на кого-то, тем более, что он уже давно вынашивал в голове идею создания собственного ресторана с сауной. Но плана мужчины помешала внезапная болезнь, после которой он оказался на костылях. Когда начался период реабилитации, человек уделил всего себя садоводству, а именно цветам. В наследство от дяди он получил лесной участок, который впоследствии и зажили себе громкой славы. По его словам, цветочная терапия помогает как будто отделиться от мира и всех его проблем и окунуться в атмосферу гармонии и уюта. Именно для этого Виллипека каждый день просыпается в 4 утра и отправляется на свой участок, который сегодня является домом для 100 тысяч цветов. Первые цветы появились здесь весной 2014 года. Сначала их было всего несколько десятков, но их красота настолько пленила душу человека, что он уже не смог остановиться. Через год мой сад насчитывал уже 7 тысяч различных цветов, но в основном нарциссов, тюльпанов и крокусов. А еще через год я заказал еще 17 тысяч луковиц, а дальше 50 тысяч. Два года назад здесь поселились 32 тысячи новых цветов, а прошлой весной еще 27, рассказывает мужчина. Когда количество цветов достигло до рекордной отметки в 100 тысяч, а рассказы о таком удивительном месте разошлись страной, Виллипека создал здесь парк. Это место точно не оставит вас равнодушным. Тысячи нарциссов различных форм и цветов растут между березами. С одной стороны серебрится вода пруда, а с другой нависла высокая скала. Растения, между которых скрываются порожшие мхом пеньки, гравий, белеющие на солнце береста. И хотя это место существует уже давно, официальное открытие парка состоялось лишь в 2017 году, когда численность посетителей за предыдущий сезон составила уже 2500 человек. Парк можно посетить в любой день с мая по сентябрь. Все, что нужно, оставить на входе добровольный взнос, за который цветовод-любитель сможет приобрести новые цветы. Сегодня общая площадь парка составляет 3,5 гектара. Кроме цветов здесь есть еще небольшой огород, магазин рассады и кафе на 50 посетителей. Гости приходят в этот странный сад уже с самого утречка. А владелец встречает каждого лично, одаривая их искренней и приветливой улыбкой. Он утверждает, что этот парк особенно на рассвете – лучшее место, чтобы полюбоваться красотой природы. «Первые часы дня я трачу на обход территории, слушание баллад птиц и тихого шепота природы», – делится владелец. Идея этого места – это свобода. Здесь им никто не помешает часами бродить между деревьев и наблюдать за всей этой красотой и чувствовать абсолютную свободу от мира, что остался за пределами парка. Посетители часто сравнивают это место с легендарным садом Кекенхофф. Такое сравнение Вилипека считает наивысшей оценкой собственных стараний. Оно заставляет человека сиять от радости и понимать, что он прекрасно справляется с главной своей задачей – дарить людям радость. И хотя главное место здесь принадлежит цветам, не обошлось и без других полезных растений. Например, тыквы, корнеплоды и бобы можно купить здесь же, на овощных полях площадью 0,7 гектара. Основная масса цветов здесь нарциссы. Все потому, что они составляют наименьший интерес для питания местных животных. Чего не скажешь о хрупких крокусах. Они уже давно стали любимым угощением оленей. Между нарциссов встречаются и тюльпаны. Но сейчас их заменяют нарциссами, ведь они уже свое отжили. Здесь царит настоящая идиллия во всем. Я пытался создать все ненавязчивым. Здесь нет острых углов или идеальных рядов, а просто хаотичное насаждение цветов, которые заманивают людей все дальше в самое сердце парка. Там спряталась скала, где обустроена смотровая площадка. Из нее открывается потрясающий вид на 40 километров вниз к речке Кокойкой. Заключает человек. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании. Странички в Инстаграм.